Привет, друзья! Заказал населенные часы с Алиэкспресс. Смотрите, как они смотрятся. Очень довольно-таки симпатичные. Сейчас подробно покажу, как их установить, комплектацию. Ну, как всегда, распаковка. Поехали! Пробегаемся по комплекту поставки. Сразу показываю. Идет инструкция. Подробно идет установка. Как я вижу, интересная вот такая, где тут она, пластмассина. Идет три гвоздика. Это они предлагают в бетонную стену людям вбивать. Ну, соответственно, данное крепление я буду переделывать. Просверлю отверстие, сделаю под шуруп. Ну, и, соответственно, просверлюсь в стене. Смотрим дальше. Шаблон для разметки. Идет шаблон для цифровой стрелки. Соответственно, здесь указана разная длина. На каком расстоянии вы выделите себе, допустим, установить часы. По диаметру, там, допустим, 40, 50, 60 или другие какие-то размеры. Цифры. 6, 9, 3 вижу. И идет 12. Они идут вот такого, получается, темного цвета. И отдельно на них, получается, идет наклейка. На самой цифре идет основание для приклейки. И отдельно приклеиваем, получается, на них декоративные накладки. Сами также идут, получается, часовые, они же минутные, такие вот, по кругу стрелочки. Ну и что у нас еще идет? Это идет сам комплект часового механизма. Соответственно, сзади идет блок питания. Здесь также идет настройка часовой стрелки. И вставляется батарейка. Ну и сами в комплект входит минутная и часовая стрелка. Питание данного часового механизма, как видите, идет от батарейки формата 2А, 1,5 вольта. Для того, чтобы вам разметить стену, вам, соответственно, понадобится знать диаметр данного часового механизма. Перед этим вы его обязательно замерьте. Я замерил. У меня, получается, идет 11,8 сантиметра. Соответственно, радиус у меня идет 5,9. Также я взял, замерил данную цифру. Цифра идет в высоту 10 сантиметров. И у себя я решил поступить от потолка 15 сантиметров. Я сразу поступаю, получается, 25 сантиметров. Ставлю точку. Вешаю грузило. Грузило, если кому-то непонятно, это можно взять любую веревку, повесить на нее что-то тяжелое, наподобие гайки. Повесить какой-нибудь, не знаю, гаечный ключ, что под рукой есть. Тяжелое повесили, поставили, меточку сделали. Заранее можно также эту грузило отмерить. Или отмерить потом с помощью на нескольких точках расстояния, которое вам надо. У меня, получается, внутри будет диаметр между цифрами, где будет ходить с тарелкой 70 сантиметров. Соответственно, я взял, для того, чтобы это все было ровно, у меня идет уже разметка под часовой механизм, идет под верхнюю цифру и под нижнюю. С помощью уровня замеряю, чтобы все было ровно. И, исходя из этого часового механизма, для того, чтобы вам подвесить данное крепление ровно, вам надо также знать диаметр и радиус данного, получается, крепления. Диаметр идет 14 миллиметров. Также меряйте у себя обязательно. Соответственно, 7 миллиметров. И от этого 5,9, что у меня радиус, я замерю, я отступаю в 8 миллиметров. Для чего? Для того, чтобы выполнить сверловку. Вбить сюда дюбель. И закрепить данный крепеж. Соответственно, у меня будет запас около миллиметра и часы будут висеть по той разметке, как мне надо. То есть, это примерно будет следующим образом выглядеть так. Показываю, как разметится с помощью данного шаблона. Здесь у нас идет два отверстия. Одно идет подчасовую. Другое идет как раз, нам надо совмещать вот эти деления вместе с этой полосой. Прикладываем. Я знаю, что у меня идет 35. Совмещаю. И выше, соответственно, отмечаю, где у меня будет стоять цифра. И так размечаю все оставшиеся. Получается, видите, совместил нижнюю и верхнюю. Можно обрезать ваше расстояние. Но я просто сделал отверстие. И таким образом делаю разметку. Разметились. Повернулись. Опять же совместили, чтобы все было ровно. Опять же разметились. Ну и делайте дальше также разметку. После этого снимаете отверстие, вешаете и вешаете цифры по разметке. Для крепления часового механизма буду использовать дюбель на шейс и, соответственно, к нему шуруп. И так сказать, доработка данного крепления. Все-таки у меня идет бетонная стена. Застояруйте гвоздики. И сейчас просверлю отверстие посередине. Вот так вот доработал данное крепление. Сейчас просверлю отверстие в стене. Продолжение следует... Ну что, клеют цифры. Как видите, уже почти что закончил поклейку. Хочу показать вот на этом отрезке, как это делается. Очень легко, просто. Здесь получается двухсторонний скотч нанесен. Сняли, приклеили. И да, если вы хотите скрыть следы, то чтобы размещались на несколько буквально миллиметров. Вперед наклеиваете, тем самым перекрываете след. Вот здесь, получается, я размещался. Вот так вот где-то посередине выходит. Чуть-чуть. Смотрю, чтобы более-менее в уровне было. Надо подправить. И все после того, как подправили, прижали. И так делаем последующие все. Вот риска нанесена. Чуть-чуть несколько миллиметров вперед. Закрыл. Режал. Клею еще одну рисочку. Режал. Ну и остается нам троечку приклеить. Вот так вот легко и просто после разметки это все приклеить. Но еще остается приклеить декоративные сверху. Потому что я заказывал именно не черного цвета. А именно, что часы будут все серебристые. Поэтому сейчас распаковываем. И клею поверх. Показываю, как это делать. Ну что, остается поклеить эти декоративные накладки. Сейчас их достаем. Показываю. С другой стороны также идет, получается, двухсторонний скотч нанесен. Снимаем защитку и клеим. Ну и вот цифра получается. Сейчас это показываю, как приклеить все. Также сняли. И приклеили. Рукой их так поджимаете. И они приклеиваются. Остается потом снять пленочку. И вот так вот они имеют такой зеркальный оттенок. И вот так вот. Ну вот так вот легко, быстро я поклеил эти, получается, все цифры. Ну, конечно, очень быстро. Это заняло около 7 минут. По времени сами видели. Часы идут очень классные. Сейчас подношу поближе. И так, как я сказал, зеркальная поверхность. Вот, поднес камеру ближе. Смотрите, отображаюсь я. Футболка здесь. Рука моя. Полностью все цифры. Вот это все полностью деление. Часовое. Вот так вот отображается. Конечно, если бы они сделали это зеркальным, было бы просто супер. Ну что, единственное, я не показывал в видео, это как выровнять часы. Получается, часовая минутная стрелка, когда вы поставите, минутная стрелка имеет прорезь. То есть, она встанет так, как должна встать. Проворачивая часы на 12. Здесь это отверстие, то, что идет для их навески, на стену. Выставляете на 12. Если часовая стрелка будет куда-то сбившись соосно, вы просто ее чуть-чуть поправляете. И все стоит на месте. Спасибо, что был до этого момента со мной. Смотрел данное видео. Если тебе эти часы понравились, ссылка внизу в описании, как всегда, оставляю. Как их повесить на стену, как их смонтировать, цифры. Я тебе полностью показал, как они выглядят. Выглядят изумительно. И да, ты можешь сделать диаметр. Никак у меня 70, получается 35 радиус. Можешь сделать больше, если тебе это будет. Ну вот при 70 смотрится так. До 5 планы крепкая пятерочка. Ссылка внизу в описании. До встречи в новых видео. Пока-пока.